Вашему вниманию представляется тема «Химические пищевые риски, углеводороды и добавки». Полициклические ароматические углеводороды. В настоящее время полициклические ароматические углеводороды, ПАУ, насчитывают более 200 представителей, которые являются сильными канцерогенами и, включая их производные, относятся к самой большой группе известных канцерогенов, насчитывающей более 1000 соединений. К наиболее активным канцерогенам относят бензопирин, который был идентифицирован в 1933 году как канцерогенный компонент сажи и смолы, а также холантрин, перилен, дебензопирин и дебензантрацин. К малотоксичным ПАУ относят антрацин, финантрин, перин, флуорантин. Канцерогенное действие Основным механизмом их канцерогенного действия является образование соединений с молекулами ДНК. Существует представление о многоэтапности процесса канцерогенеза с участием полициклических ароматических углеводородов, в ходе которого сначала происходит инициализация процесса канцерогенеза, а затем инициализированные клетки превращаются в злокачественные. ПАУ широко распространены в окружающей среде. Канцерогенные ПАУ образуются в природе путем обиогенных процессов, ежегодно в биосферу поступают тысячи тонн вензопирина природного происхождения. Еще больше, за счет техногенных источников, образуется ПАУ в процессах сгорания нефтепродуктов, угля, дерева, мусора, пищи, табака. Причем, чем ниже температура, тем больше образуется ПАУ. Представители этой группы соединений обнаружены в выхлопных газах двигателей, табачном и коптильном дыме. Канцерогенная активность реальных сочетаний полицейклических ароматических углеводородов на 70-80% обусловлены бензопирином. Поэтому по присутствию бензопирина в пищевых продуктах и других объектах можно судить об уровне их загрязнения ПАУ и степени онкогенной опасности для человека. Свойства бензопирина ПАУ чрезвычайно устойчивы в любой среде, и при систематическом их образовании существует опасность их накопления в природных объектах. Накапливаемый в почве бензопирин может переходить через корни в растения. То есть растения загрязняются не только осаждающейся из воздуха пылью, но и через почву. Концентрация его в почве разных стран изменяется от 0,5 до 1 миллиона микрограмм на килограмм. Накопление ПАУ в почвах связано с процессами трансформации органических веществ и их переносом от техногенных источников. В воде в зависимости от загрязнения найдены различные концентрации бензопирина. В грунтовой – 1,10 микрограмм на метр кубический. В речной и озерной – 10,25 микрограмм на метр кубический. В поверхностной – 25,100 микрограмм на метр кубический. ПДК бензопирина в атмосферном воздухе – 0,1 миллиграмм на 100 метров кубических. В воде и водоемов – 0,005 миллиграмм на литр. В почве – 0,2 миллиграмм на килограмм. Бензопирин попадает в организм человека не только из внешней среды, но и с такими пищевыми продуктами, в которых существование канцерогенных углеводородов не предполагалось. Он обнаружен в хлебе, овощах, фруктах, растительных маслах, а также обжаренном кофе, копченостях и мясных продуктах, поджаренных на древесном угле. Содержание его существенно зависит от способа технологической или кулинарной обработки сырья и продуктов питания и степени загрязнения окружающей среды. Термическая обработка значительно увеличивает его содержание – до 50 микрограмм на килограмм и более. Полимерные упаковочные материалы могут играть немаловажную роль в загрязнении пищевых продуктов ПАУ. Так, жир молока экстрагирует до 95% бензопирина из парафинобумажных пакетов или стаканчиков. Пути снижения канцерогенности. Образование канцерогенных углеводородов можно снизить правильно проведенной термической обработкой. При правильном обжаривании кофе в зернах образуется 0,3-0,5 микрограмм на килограмм бензопирина, а в суррогатах кофе – 0,9-1 микрограмм на килограмм наряду с другими полицейклическими соединениями. В подгоревшей корке хлеба содержание бензопирина повышается до 0,5 микрограмм на килограмм, а в подгоревшем бисквите – до 0,75 микрограмм на килограмм. При жарении мяса содержание бензопирина также повышается, но незначительно. Сильное загрязнение продуктов полицейклическими ароматическими углеводородами наблюдается при обработке их дымом. В каптинном дыме идентифицировано около 30 различных представителей ПАУ. В плодах и овощах бензопирина содержится в среднем 0,2-150 микрограмм на килограмм сухого вещества. Мойка удаляет вместе с пылью до 20% полицейклических ароматических углеводородов. Незначительная часть углеводородов может быть обнаружена и внутри плодов. С пищи взрослый человек получает 0,6 миллиграмм. Год бензопирина. В интенсивных загрязненных районах эта доза возрастает в 5 и более раз. Для максимального снижения содержания канцерогенов в пище основные усилия должны быть направлены на создание таких технологических приемов хранения и переработки пищевого сырья, которые бы предупреждали образование канцерогенов в продуктах питания или исключали загрязнение ими. Пищевые добавки. Термин пищевые добавки, ПД, означает химические вещества и природные соединения, сами по себе обычно неупотребляемый как пищевой продукт или обычный компонент пищи, но преднамеренно добавляемые в пищевой продукт по технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения и транспортировки. Пищевая добавка, химическое или природное вещество, не применяемое в чистом виде как пищевой продукт или типичный ингредиент пищи, который преднамеренно вводится в пищевой продукт при его обработке, переработке, производстве, хранении или транспортировании, независимо от его питательной ценности, как дополнительный компонент, оказывающий прямое или косвенное воздействие на характеристики пищевого продукта. Специализированная комиссия ФАО, ВОЗ по разработке стандартов на продовольственные товары, Кодекс Алиментариус предложено следующее определение. Пищевые добавки, любые вещества, в нормальных условиях не употребляемые как пища и не используемые как типичные ингредиенты пищи, независимо от наличия у них пищевой ценности, преднамеренно добавляемые в пищу для технологических целей, включая улучшение органолептических свойств в процессе производства, обработки, упаковки, транспортировки или хранения пищевых продуктов. Однако наиболее кратким и отражающим существенные признаки пищевых добавок являются следующие. Природные или синтезированные вещества, соединения, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью их сохранения и придания им заданных свойств. Условия применения пищевых добавок. Неблагоприятное действие пищи, содержащие пищевые добавки, может проявляться в виде острого или хронического отравления, а также мутагенного, канцерогенного или других неблагоприятных отдаленных последствий. Поэтому санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешение, на применение новой пищевой добавки, а также на изменение в условиях применения ранее разрешенной добавки выдается учреждениями санитарно-эпидемиологической службы только после тщательной оценки их безвредности для здоровья населения и при соответствии санитарным правилам. Введение новых пищевых добавок в продукты может считаться оправданным и допустимым только тогда, когда это служит достижению указанных ниже целей. Сохранение натуральных качеств и питательной ценности продукта. Увеличение сохранности, качества и стабильности продукта или улучшение его органолептических свойств при условии, что это не изменяет сущности пищевого продукта, не вводит в заблуждение потребителя и не увеличивает риска вредного влияния продукта на здоровье по сравнению с применяемыми способами. Улучшение условий подготовки, обработки, расфасовки и других производственных процессов, а также упаковки, транспортировки и хранения пищевых продуктов. При этом применение пищевой добавки не должно способствовать сокрытию параков сырья или изменений в продукте, возникающих из-за несоблюдения установленных технологических правил и санитарно-гигиенического режима производства на любом из этапов. Не разрешается также введение пищевых добавок, способных маскировать порчу или снижать ценность пищевого продукта. Специально предназначенные для питания грудных детей пищевые продукты должны изготавливаться без применения пищевых добавок. Пищевые добавки, согласно санитарному законодательству, не допускается использовать в тех случаях, когда необходимый эффект может быть достигнут другими технологическими и экономически целесообразными способами. Назначение пищевых добавок Бурное развитие пищевой и химической отрасли промышленности предопределило весьма широкое применение пищевых добавок. В настоящее время в разных странах при производстве и обороте пищевых продуктов используется от 500 до 2300 разрешенных пищевых добавок. Пищевые добавки применяются по разным причинам. Применение определенных пищевых добавок потребовали современные методы торговли продовольствием, совершенствования и изменения технологии получения традиционных продуктов питания. Некоторые пищевые добавки, содержащиеся в продуктах, увеличивают сроки их годности, что при конкурентном рынке оборачивается для производителя более низкой себестоимостью пищевых продуктов. Многие пищевые добавки используются, чтобы сделать продукты более привлекательными для потребителей, корректируя их органолептические свойства, и создать новые виды пищи. При изменении типа питания современного человека возникает потребность в более разнообразном ассортименте продуктов при сохранении их невысокой стоимости, что может быть достигнуто также использованием пищевых добавок. Существует также мнение, что причиной широкого применения пищевых добавок являются постоянно повышающиеся требования современного потребителя к качеству продуктов питания. Однако большинство потребителей не связывают наличие пищевых добавок в продуктах с их качеством, скорее, наоборот. И кроме того, пищевые добавки не улучшают биологическую ценность пищевых продуктов. Безопасность пищевых добавок В создании международного механизма для идентификации и оценки безопасности воздействия на человека пищевых добавок важную роль играет Объединенный комитет экспертов АО, ВОЗ по пищевым добавкам, действующий в рамках продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций, ВОЗ, и Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Оценочная деятельность комитета выражается в подготовке спецификацию на пищевые добавки, минимум от требований, предъявляемых к составу и качеству пищевой добавки, который предусматривает приемлемые вариации в их производстве. При этом пищевая добавка идентифицируется с помощью синонимов и определений, химическое название, формула, относительная молекулярная масса и т.д. А также описывается, перечисляются виды функционального назначения добавки, предусматриваются тесты на идентичность, подлинность и загрязненность и проводится определение основного компонента или компонентов. При выполнении задач по оценке безопасности ПД в продуктах питания может возникнуть необходимость в периодическом пересмотре веществ, оценка которых проводилась комитетом ранее. Периодический пересмотр ранее принятых решений по безопасности становится необходимым в связи с появлением одной или нескольких из приведенных ниже ситуаций. Новый процесс обработки пищевых добавок. Новая спецификация. Новые данные о биологических свойствах соединения. Новые данные относительно природы, биологических свойств, или того и другого, примесей, содержащихся в пищевых добавках. Научное открытие, имеющее отношение к природе и механизму действия пищевых добавок. Изменение характера или уровня потребления пищевых добавок. Изменение стандартов оценки безопасности, которое стало возможным благодаря увеличению объема знаний, а также качественному и количественному росту данных о безопасности, считающихся необходимыми при рассмотрении новых пищевых добавок. Для удобства использования пищевых добавок разработана система цифровой кодификации. Каждой пищевой добавке присвоен цифровой трех- или четырехзначный номер с предшествующим ему буквосочетанием ЕЛИНС. Цифровые коды используются в сочетании с названиями функциональных классов, которые отражают группировку пищевых добавок по технологическим функциям. Для эффективного применения пищевых добавок необходимы технологии их подбора и внесения в пищевые продукты с учетом особенностей химического строения и функциональных свойств пищевых добавок, характера действия, вида продукта, особенностей сырья, состава пищевой системы, технологии, упаковки и хранения. Учитывая чрезвычайно большое количество предлагаемых химических веществ для использования в качестве пищевых добавок целесообразным является освещение вопросов, касающихся их санитарно-эпидемиологической экспертизы. Санитарно-гигиенический контроль В соответствии с СанПИН 2.3.2.107801 в пищевых продуктах допускается к использованию пищевые добавки, не оказывающие по данным современных научных исследований вредного воздействия на жизнь и здоровье человека и жизни здоровья будущих поколений. Применение пищевых добавок и допустимые уровни содержания их в пищевых продуктах регламентированы санитарными правилами по применению пищевых добавок. Постоянный контроль за правильным использованием пищевых добавок возложен на технологическую службу предприятий, изготовителей пищевых продуктов, выборочный контроль, на учреждения службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При санитарно-эпидемиологическом надзоре решающее место принадлежит лабораторному контролю, который проводится в следующих случаях, при плановом контроле за соблюдением санитарного законодательства на пищевых объектах, применяющих пищевые добавки. При внеплановом контроле, когда нарушена технология производства пищевых продуктов, регламенты использования пищевых добавок, при проведении научно-практических работ по определению суточного поступления пищевых добавок в организм различных групп населения, значительно возрастает интенсивность применения пищевых добавок при внедрении новых технологий производства продуктов питания, что приводит к увеличению поступления пищевых добавок в организм человека. Благодарим за внимание